По поводу этого штрафа, то есть я уже неоднократно высказывался на эту тему, что изначально, то есть прежде чем запускать какой-то закон в действие, нужно сначала разработать все это с точки зрения именно технической работоспособности. То есть, конечно, там говорят, что это будет все сертифицировано, это будет все по стандартам, но у нас сейчас для измерения уровня шума и так далее, у нас есть определенные ГОСТы, которые работают, есть определенные условия и требования для того, чтобы замерять этот шум. То есть есть требования к помещению, есть требования к тому, что машина должна быть там прогрета, либо она должна быть на холодный двигатель заведена. Соответственно, должна быть полная картина для того, чтобы сделать объективный замер. Нам обещают сейчас, что это будет замер там с 7, по-моему, точек, насколько я помню, вот с камер, то есть по траектории именно движения автомобиля, и будет замеряться этот шум. Но опять же, где будет установлена эта камера? То есть если эта камера будет установлена в жилом массиве, где будут дома по двум сторонам, соответственно, стоять от этой камеры, то, соответственно, мы с вами понимаем, да, плюс-минус, даже не будучи физиками, что физика все-таки распространение звука есть, и, соответственно, где будет много домов рядом, это будет шумнее, на открытых дорогах это будет, соответственно, тише звук. Опять же, то есть каким образом будут доказывать правдивость, то есть какая будет погрешность и так далее. То есть если у нас сейчас действует там система по ограничению скоростного режима, у нас и то есть заложенная погрешность в 20 км в час, потому что понимают, хотя у камер там погрешность у этих 2-3 км, то здесь опять же по уровню шума какая будет эта погрешность, как это будет замерять. Если это будет, конечно же, сделано для очевидно громких машин, которые знаете, она едет в соседнем районе, а мы ее слышим там на другом конце Москвы, если так, то да, без проблем, но если там будет эта погрешность минимальная, то есть, к примеру, там, я не знаю, превышение там на несколько децибел, там, к примеру, да, и уже приходит водителю штраф, то мне кажется, что опять же будет очень много недовольных водителей и с учетом того, что штраф сам-то высокий, да, то есть ладно бы они сделали в тестовом режиме этот штраф 500 рублей, 1000 рублей, они могли бы пока обкатать эту систему и для водителей это было бы не так болезненно, но они ставят, по сути, максимальный штраф для нашего региона, там, да, для Москвы, который у нас там соразмерен с превышением скорости на 60-80 километров в час, то есть это, по сути, ну, превышение скорости, ну, так, как бы это реально несет общественную опасность, да, если человек там превышает скорость, там, опять же, там, парковка в неположенном месте, там, все остальное, и они сюда приравнивают шум, опять же, на необкатанном законе, на необкатанных камерах будут тестировать с такими вот штрафами, поэтому я думаю, что пойдет волна возмущений, если эти камеры будут работать плохо. Ситуации может быть очень действительно здесь много, и с учетом того, что, опять же говорю, был бы штраф 500 рублей, водитель бы плюнул, заплатил там 250 рублей, к примеру, да, и пошел бы дальше, но штраф 5000 рублей водители захотят обжаловать. Где они будут обжаловать? Они будут обжаловать это через суды, соответственно, если этих штрафов будет много, и будет много недовольных водителей, мы загрузим этим самым мировые суды, в которых начнутся рассмотрения по обжалованию этих дел. Ну, и поэтому я, опять же, говорю, если мы вводим какие-то инициативы, то мы это обкатываем на, ну, как бы на реальных примерах, там, я не знаю, там, тестируем как-то и так далее, но это можно запускать, опять же, в тестовом режиме, как был пример с автобусными полосами, то есть сделали автобусную полосу, сделали разметку для нее, водителям сказали, что там ездить нельзя, но камеры пока не ставили, да, то есть водители постепенно к этому привыкали, и потом начинается по мере увеличения начинается уже, соответственно, ставить эти камеры. Субтитры создавал DimaTorzok